Лучшие мужские часы. Какие часы выбрать на каждый день, что лучше для спорта и какие надеть под костюм? Мировые лидеры и их отечественные альтернативы. Привет, друзья! С вами Виктор и вы на канале про часы. Многие любители часов, которые только начинают свою коллекцию, часто задумываются с чего начать. Какие часы обязательно должны быть в сете? Сегодня мы посмотрим на несколько основных типов часов и выберем лучшие варианты среди швейцарских и российских производителей. А чтобы узнавать о часах больше, подписывайтесь на канал. Впереди будет много интересного. И начнем с классики. Так называемые костюмные часы. Да, конечно, далеко не все мужчины любят носить костюмы, но порой от официального дресс-кода никуда не деться. И в жизни каждого бывают мероприятия, когда нужно выглядеть соответствующе. Костюмные часы традиционно отличаются некоторыми особенностями. Во-первых, это простота и лаконичность. Здесь не должно быть лишних деталей и пафоса. Турбионы, хронографы и репетиры здесь не будут уместны. Идеальный вариант это тонкие золотые или стальные часы на ремешке из кожи аллигатора. Металлический браслет лучше оставить на другой случай. И в идеале ремешок часов и фурнитура должны соответствовать другим элементам вашей одежды. И здесь чем меньше функций, тем лучше. Обычно это трехстрелочник, без даты, с небольшими метками и тонкими, изящными стрелками. Механизм на ручном заводе, чтобы не добавлять часам толщины. Да и вряд ли вы будете носить такие часы регулярно, так что автоподзавод попросту не пригодится. Важна простая форма, круг или квадрат, без излишеств. На таких часах больше всего специализируется швейцарский бренд Vacheron Constant. Одной из популярных и идеально подходящих под статус костюмных часов является модель Historic Ultra Fine. С калибром 10.03 с ручным заводом, толщиной всего 1,64 мм. Для данной модели механизм изготовлен из 18-кратного золота и отмечен женевским клеймом. На мой взгляд, модель в квадратном корпусе просто невероятно привлекательна и отражает одновременно статус, элегантность и лаконичность. Из отечественных альтернатив настолько элегантным часам на ум первым делом приходят советские квадратные модели. Часы в таком дизайне делали под брендом Ракета, Слава и Полет. А если говорить о круглом корпусе, выбор очевиден. Это Полет Делюкс. Часы чрезвычайно лаконичные и изящные. Такие ультратонкие модели выпускали и на заводе Луч. Что касается современных моделей, здесь выбор значительно сложнее. К сожалению, настолько вписывающихся в формат костюмных часов модели сейчас не производят. Конечно, есть варианты от Славы, модель Восток Классика и Молния Трибют на калибре 3603. Но все же тут я действительно рекомендую обратить взгляд на винтаж. Эти модели действительно можно найти в идеальном состоянии по приемлемой цене. И они еще долго будут актуально смотреться. Костюмы и строгий дресс-код это, конечно, хорошо. Но в реальности большинство мужчин выбирают более расслабленный спортивный стиль. И часы, в которых можно не задумываясь нырнуть в море. Дайверские модели сегодня чрезвычайно популярны. Самым востребованным и ярким представителем этого семейства была и остается модель Rolex Submariner. Учитывая, как часто Rolex кардинально меняет дизайн, эти часы не перестанут быть актуальными. Стальной корпус, браслет, яркий безель и циферблат и, конечно, надежность. Все это делает дайверские часы любимыми для многих. Но что если на Rolex банально нет средств? На помощь придут огромное количество хамажей в самом разном ценовом диапазоне. Тут и швейцарский Тюдор, и, конечно, целая армия китайских брендов разного качества. А что у нас, есть ли похожие и достойные модели? Недавний хамаж Submariner от луча в расчет не берем. На мой взгляд, лучшей отечественной альтернативой здесь будет Восток Амфибия. И мой выбор это Нептун. Яркие, самобытные часы. Да, в них можно найти схожесть дизайна, но все же это не прямой хамаж. Да и вариантов у Амфибии настолько много, что подобрать своего дайвера сможет каждый. Что касаемо надежности механизмов, это, конечно, не Rolex. Но ведь и цена другая. А механизм Восток вам сможет поправить любой мастер в любом постсоветском городе. Выбрать хамаж от Фойбас или Пагани или нашу Амфибию – выбор за вами. Лично я предпочту отечественного производителя. А ваше мнение с удовольствием прочитаю в комментариях. Перейдем к часам особого сегмента. Часам, которые завораживают с первого взгляда и обладают неповторимым шармом. И здесь у нас всевозможные усложнения от фаз Луны до турбионов. Эти часы чаще воспринимаются как часы на выход. Вечерние варианты для особых случаев. И, конечно, у каждого джентльмена должна быть такая модель. Особая изюминка коллекции. Из мировых лидеров я бы обратил внимание на Бреге. Это изумительные мануфактурные часы с превосходным качеством. А основатель мануфактуры Абрахам Луи Бреге известен своими усовершенствованиями в часовом механизме, главный из которых, пожалуй, турбион. Это механизм, способный частично компенсировать притяжение земли. Если говорить техническим языком, то это устройство, состоящее из баланса и анкерных вилок и колеса. Именно благодаря ему точность хода достигает рекордных плюс-минус полсекунды в сутки. Наличие турбионов в часах автоматически добавляет к их стоимости еще 1.0. Естественно, далеко не каждый может позволить себе часы с таким усложнением. Но ведь хочется иметь что-то особое в коллекции. Есть ли среди наших производителей что-то подобное? Конечно, есть. И в первую очередь это часы от Константина Чайкина. Действительно уникальные модели, которые 100% захочется продемонстрировать вашему окружению. Это часы, в которых отображение времени не главное. Хотя механизм очень точно его измеряет. Важна сама идея, уникальность и мастерство. Чайкин, конечно, наш, российский. Обладать его изделиями желание огромного количества любителей часов. Но цены модели от Константина далеки от возможностей большинства соотечественников. Что же выбрать в адекватном бюджете, но с особым шиком? Я уже рассказывал о форумных лимитках, и тут очень кстати будет вспомнить о часах «Маленький принц». Мне кажется, это как раз те часы, которыми хочется восхищаться и надевать только по особому случаю. На форуме бывают и другие, не менее интересные проекты, но все-таки это часы не серийные. Что же есть из более массового производства? Выбор здесь, как оказалось, гораздо меньше. Я бы отдал предпочтение модели Коперник от ракеты с необычными стрелками, или же русский кот с движением в обратном направлении. Эти часы максимально приближены к категории часов особого случая и уникального дизайна. Важной особенностью часов этой категории является цена. Они попросту не могут быть дешевыми. Ну а теперь рассмотрим, пожалуй, самую востребованную категорию. Какие часы выбрать на каждый день? В каких часах можно и в офис, и на рыбалку? В каких часах можно прийти на важные переговоры и отправиться кататься на яхте? Какие выбрать одни, единственные часы? Нас снова поддержит Rolex. Мой выбор Explorer. Модель действительно универсальная, которая хорошо сочетается и с офисным, и спортивным стилем. Про такие часы часто говорят ADC, от английского Everyday Carry. Надежный стальной корпус, сапфировое стекло, автоподзавод и очень легкая и понятная считываемость времени. Rolex точно знает, что нужно современному мужчине. Среди аналогов я бы обратил внимание на Grand Seiko и Omega. Эти часы также отлично впишутся в ваш стиль и будут надежно себя проявлять. При этом и Omega, и Seiko обладают большим выбором в плане дизайна. Возможно, в качестве повседневных часов вы предпочтете Quartz. Солнечной батареей или радиосинхронизацией, EcoDrive или Accutron – это действительно точные и надежные часы. Хороший выбор. Ну а мы поговорим о этих механизмах в отдельном видео. А теперь попробуем найти российские универсальные механические повседневные часы. Нам нужен хороший механизм с автоподзаводом, прочный корпус, высокая водозащита, а главное – дизайн, который будет уместно смотреться в любом стиле. И здесь мой выбор – это классика от ракеты. Big Zero в современной интерпретации. Малуфактурный механизм и добротный корпус делают эти часы лидером продаж ракеты. И я действительно считаю это хорошим вариантом. Конечно, их цена не самая народная, но выбирая повседневные часы, хочется, чтобы они верно служили долгие годы и были неприхотливы в разных жизненных ситуациях. Если посмотреть вариант подешевле, выручит Vostok. С моделью 170 548. Они значительно дешевле, но выглядят достойно. В отличие от классических амфибий, дизайн этих часов более универсальный. Особенными дополнительными функциями ни ракета, ни Vostok не обладают. А что из функций для вас важно в повседневной жизни? Напишите в комментариях. Сегодня мы затронули только часть часовых направлений. И, конечно, есть множество других классных интересных часов, которые будут отлично смотреться на вашем запястье. Мир часов настолько большой и разнообразный, что выбрать одну единственную модель практически невозможно. И лучшими для каждого из вас будут совершенно разные часы. Напишите, какие часы носите вы, а какие из представленных моделей, возможно, хотели бы добавить в свою коллекцию. Всем точного хода. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»